МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чем отличаются азерийцы от азербайджанцев? Какой генетический код несут одни и другие? Кто наши ираноязычные соседи и что у них общего с тюрками? Сегодня мы поговорим с крупным ученым, иронистом, профессором и заведующим кафедрой иронистики ЕГУ Гарником Асатряном. Гарник Селегович, хотелось бы сделать основной аспект на сегодняшний день. В азербайджанцах, живущих в северной курии, и азербайджанцах, или, условно говоря, азеритюрках, которые живут в провинциях Ирана, азеритюрки. Принято их так считать. Если какая-то общность генетическая между этими народами, можно ли их считать одним народом? И откуда взята цифра 40 миллионов азербайджанцев, проживающих в Иране, как говорят в республике Азербайджан? Это один из самых известных мифов. Знаете, в наше время отличается и михотворчеством. Но есть мифы, которые очень трудно как-то раскалывать. Порой, какими распространениями, очень трудно, так сказать. Потому что для этого требуется определенное видение, проникновенность, определенные знания и так далее. Но в данном случае этот миф очень лечит на повредство. То есть очень легко, значит, развеять все детали этого мифа. Но, к сожалению, как ни странно, этот миф долго сидел, и в некоторой степени даже сидел сейчас в определенных кругах. Даже академически, я уже говорю, политически. Ну, я сразу хочу сказать, что это уже долгое история сейчас. Ну, вкратце. Во-первых, я вам скажу, что то, что там северные курии населили и, значит, южные курии, то есть северо-западные провинции Ирана, эти совершенно этические, совершенно разные образования. Единственное, что это обменять язык. Диаметры, которые, значит, во-первых, это не тот же язык, но все равно там, значит, говори в разных глупах. Все, очень-чего. Этически разные. Вот население северо-западного Ирана – это иранцы. И причем островки, которые сохранили свой старый язык, который называют северно-тагским, до сих пор есть. То есть народ говорит на этих диалектах. Островками это, язык или диалект, или группа диалектов, скорее всего, до сих пор живет, существует в только язычной среде. А население северо-западного Ирана – это, значит, принадлежит в другой этнической среде, в другой… Это республика Азербайджан. Я слышал, что он более построен на тактском субстрате, в русском суперстрате. Правильно, очень хорошо. Я об этом много писал. Действительно, до образования первой, так сказать, группы диалектов, в Азербайджан, там в основном, Аферонский полос, вообще вот, центральная часть, это вот были тапы, по большей части. Если вы смотрите топонимику, вот, топонимику территории, да, да, Тоджан Шоу, да, Шоу, там, Баху даже. Это же летнее тюркское топонимие, там же Гринанское, там же Татска. Мне очень интересно, что надо четко определить. Татское – это не южно-татское, то, что сказал Тал. Южно-татское и северо-татское – это совершенно разные. Как ни странно, северо-татская, значит, диалектик, или северо-татская, айтийская стихия – это персидская айтийская стихия. А то, что внизу, это, ну, условно скажем, митийская элит Паттанска. То есть население Атабабакана, называлась эта провинция в древности, население Атабабакана – это, скорее, митийская, ну, Паттанска. Надо будет допомнить, потому что не все у нас специалисты спорят, а таты – это народ, который говорит на иранском языке, не тюркском языке. Значит, население Азабабаджанской республики образовано. Кстати, я даже по-другому думаю. То есть, мой подход, мое видение к азабабаджанскому и Тангелезу в течение 20 дней, последних 20 дней, говорю, почему, потому что многие могут читать, но иран я работаю, и думают, что я там сейчас, там, в Амске, а по-другому говорю, а сейчас по-другому. Нет, у меня было другое видение. Сейчас я убежден, что население Азабабаджанской республики сформировалось исключительно на иранском, татском субстрате и на тюркском субстрате. А почему? Потому что чисто этнически – это не тюрки живы. Вы знаете, там был такой очень крупный советский антрополог, коронюк очень известный, который Ашанин. У Ашанин есть очень много исследований по этническому антропологическому населению Советского Союза, в частности Кавказа и Центральной Азии. И он определяет, что тюркскость, то есть наличие эпикантуса, отсутствие антропологии и так далее. А по-моему, один процент в глаза проджал. У них нет, два процента. У женщин, у мужчин вообще нет. А у турок анатолий вообще нет. У турок анатолий вообще нет. То есть, в данном изучении, этнически – это не тюрки. Актуально. Этнически – они иранцы. Причем персидского толка. Условно говоря, не по африану медийского, а персидского. А южные, так сказать, населения южного, тут произнесено население северо-западных провинций, которые, так сказать, грубо говоря, объединяют древнюю провинцию Атопатакан, откуда, кстати, произошло клуба Азербайджан – это нумидийцы, так сказать, скажем так. Ну, тогда кончается они право, что когда говорят наши предки – медийцы? Нет, они не правы. Их предки – перси, а не медийцы. Я же сказал, северо-западных. Персидского толка, ну, короче, южного – медийского толка. Поэтому южно-татские, то есть, сохранившиеся язык древнего населения Атопатакана – это принадлежит как раз не в индийской группе, а не в персидской группе. А язык древних северо – это субхрат азербайджанцев. Да, субхрат азербайджанцев – это, значит, персидские родители. Ну, скажите… Грубо-западные – персидские родители. Вот мы знаем, что были такие племена, опять-таки, условно говоря, тюркские племена – Шахсавенов, Карапапахов, Козылбаш и так далее. Хотя те же турки Малой Азии, насколько я знаю, всех шиитов называли Козылбаши и независимые. Ну да, это тоже интересная вещь. Они как-то повлияли на народ азербайджанцев и азеритюрков? Ну, вообще, Шахсавенов, знаете, это конфедерация племен, даже искусственная конфедерация племен, группа племен, туда входили, кстати, много этнических образований. Туда, по некоторым исследованиям, даже входили айруми. Айруми – это армянские католики, которые были потом, значит, в Киславе. Нет. То есть, среди Шахсавенов есть и армянская кровь. Например… ОМОНовка, Рума и Рума – это армяне и Византия. Нет? Нет. Те, которые приняли католичество, они автоматически Рума – это обозначение. Раньше что было? Раньше религия была показателем этнистской правительности. Например, армяне, которые приняли православие, они считались грузинами. Очень интересно. Поэтому многие, значит, стали грузиниться, взяли в экспрессии по языку и по культуре. Шахсавенов все переселились потом в Ардады. Вот сейчас Ардадырская война, Ардадырская традиция, сейчас называется традицией. Там, когда смотришь, это числе иранцы, там ничего такого тутского нет. Я был из Шахсавенов. А со временем есть Курдия, на Бород UN舒 Response. Так что однозначно сказать, что это кюркская племя или кюртская конфедерация там. В конфедерациях входили племена разные происхождения. Например, есть конфедерация, где-то входит говорит пятиязычная конфедерация. Барсианинаaria есть, например, которая говорит на пюрзийском, на кюрдском, на арабском, на кубском и на лакском, если не ошибаюсь. Но в Уорестане это уже арабьоязычные Оборудии, Худзистан, говорят на иранских юго-заповниках. А на арабском какой народ? На арабском не один народ. На арабском говорят немножко Худзистан. И причем Худзистан, я вам скажу, это тоже арабы, которые не этнические арабы, а они тоже иранцы. Возможно, это потомки иранитов, которые говорили арабский язык, так что это тоже не арабы. Понятно, тогда получается, если Азербайджан говорит о каких-то миллионах азербайджанцев в Иране, то они считают всех практически, кто говорит на тюркских языках. Это, конечно, фикция. Вы знаете, вот в этой книге, которая называется «Этническая композиция ирана-арийского простора до азербайджанского мифа», которая вышла, я скажу, три года тому назад, есть на интернете. Кстати, я специально это выложил на интернет, что вы там читали. Тут, по моей информации, говорят, в прошлом или позапрошлом году 15 тысяч было просмотров скачать. Это хорошо, значит, интерес к программе есть. Здесь я четко и обоснованно доказал, что… А в последнее время вообще-то равный интерес большой. Да, я вам скажу честно. Вопрос, то есть, почему я говорил о мифе, что миф можно очень хорошо развеять, если есть какой-то подход. Вот, например, миф о 40 миллионах азербайджанцев в Иране. Во-первых, я уже сказал, что это не азербайджанцы, в смысле. Но все равно, допустим, если азербайджанцы, все население в этом северо-западном Иране, включая южную полосу Каспийского моря, и даже включая население Хурасана, 40 миллионов людей, даже доходя до Тегерана. Включая Тегеран, 40 миллионов людей. И причем этот миф существует и не существовал во всяком случае. В то время даже, когда население Ирана не превышало 60 миллионов, или даже 50 миллионов. То есть оказывалось, что большая часть населения Ирана азербайджанцев. Но вдруг он станет вместе взяток азербайджанцев? Я вам скажу вот так. Я сейчас четко подсчитал. То есть пять провинций, это новые по нормам административного деления Ирана, это, значит, с юга. Причем включаю я даже больше, чтобы было более, так сказать, обосновано. Включаю даже провинцию Касвий. Провинцию Касвий только по большей части пейсо-язычной. Там и говорят на тактских делах, там в Тагестане есть город, который пользуется доверять на татском, южно-татском. Даже группа Цицелины, которая называется Бунти-Захар. Полностью это паттеязычная. Так вот. Включаю, значит, Касвий, потом Занчан, потом, значит, Западный Азербайджан, потом Восточный Азербайджан и Ардабель. То есть почти до, не почти, почти до, значит, Касвийского моря. Эти населили всего, всех этих провинций, сколько миллионов? Девять миллионов. А единственное место, где потенциально могут жить, проживать вот эти, так называемые азербайджанцы, вот эти территории. Причем я сделал побольше. Я взял еще больше такой ареал. Да, если попробуем. Девять миллионов. И стоят, и далее, мы читаем. Я не хочу сейчас сдаваться подробно. Все есть, в этой книге все есть. Значит, там всего пять с половиной миллиона только язычного населения на этой территории. Пять с половиной миллиона. То есть потенциально азербайджанцев там, если, допустим, они чистокровные азербайджанцы, бакинцы вообще-то. Допустите. Допустите, да. Этих, так называемых кавычках, бакинцев, число, не превышающих семью. Так что вот, это реальность. Ну, вы знаете, в Армении, я кричал в прошлом году, двух молодых людей, у которых я спросил, кто они по национальности. Нет, я знал, что они из Ирана. Естественно, они говорили, что они иранцы. Но я услышал тюркскую речь, и мне было интересно узнать. Я у них спросил национальности, а я удивился, они ответили кашкальцы. Не азербайджанцы, а именно кашкальцы. Я вам скажу. Кашкальцы очень интересные народы. Кашкальцы, число кашкальцев превышает этого фаза. Азербайджанцы живут 300-350 тысяч человек. Это чисто тюркская группа. Эпикантус и некоторые тюркские элементы видны. Хотя, когда смотришь нормальный кашкальц, может быть, например, вот есть известный ученый Кавл-Баев, который смотришь как девятец, то есть как кавказского типа или кавказоидного или анеоидного типа человека. Но все равно. Причем очень интересно. Их диалект очень близок к так называемым азербайджанским диалектом. На которых говорят, я уже сказал, население, то есть люди, населяющие вот эту район, то есть север Ирана и так далее. Так вот, эти люди очень интересные. Они по части этнической промежности, поверьте мне, намного... Чем? Нет, нет. Намного они радикальнее. Они говорят не иранцы. И при чем? Очень интересно. Во всех ирануфильских, во всех, я бы сказал, таниналистических течениях, число кашкальцев вообще составляет определенной массы. И, кстати, значит, эту ситуацию мы видели еще и в числе, значит, касательно участников из Атопатакана, то есть из Таблиза. Да. Фактически, поверьте мне, Владим, формирование панирамистского движения в конце 20-х, начале 30-х годов в Иране. Ну, по аналогии с пантутизмом. В Иране тоже стали, так сказать, говорить о том, что мы, так сказать, иранцы, что население, вот почему, говорят на иранских диалектах. Когда уже, так называемый, научный подход к языку и к народу, так сказать, стал уже, этот подход стал уже всеодневнейшим. То есть культурное население, часть которой получили образование на Западе, они проходили сравнительные языкознания, компаративную лингвистику и так далее, они по ним обойтись. Нет, в аналогии тоже они сравнены на эти, значит, распространениями научного, так сказать, воззывания на эти генетические процессы и так далее, в частности, как раз компаративной лингвистики связаны, а не на репрессии. Так вот, эти люди стали вдруг говорить о чем тут, слушайте, вы говорите, что вот это все говорят, как люди, там, что-то Центральная Азия, государство, это один народ и так далее. Столько народу говорит на иранских языках, как и Иран, Афганистан, Центральная Азия, Афганистан тогда не было, там, не знаю, осетин. Да, это, в плане министерские воззывы, стали возникать тоже в Иране. И люди, ученые люди стали об этом писать много. И формировалось такое, в общем-то, ядро ученых, которые всячески там старались там себя отгораживать от всяких там слов. В Иране, министерские, древняя культура Ирана, это значит, Иран великое, значит, имеет цивилизацию, зороастры и так далее. По-моему, даже беспрерывную цивилизацию, государственность, насколько я знаю. Беспреливную, можно сказать, примерно, ну, сказать, с конца 6 века. Тонечко. Так вот, значит, и что получилось? И среди этих, так называемых, ну, условно говоря, группы ученых, почти 80% это были тюркоязычные ученые из Табриза и окрестностей и так далее. Ну, например, основатель планировательства кто был? Был Казравит Табризи. Который, по-моему, считается азербайджанским, кстати. Потому что он Табризи. Он бы себя умеет, если бы, там сказать, узнал бы, что о нем такие вещи. А сами Табризи будут даже фундаменталистом, наверное, назначить только. Ну, вообще, насколько я знаю, все иранские фундаменталисты и националисты, они сконцентрированы в Азербайджане. Вот и все почти в Табризи. Поверьте мне, вот Атубатакан, это центр планировательства. Всегда был. Всегда был центром планировательства. Вот я зову Табризи и говорю, что все иранские статьи. Он был армянопилом, знал армянский язык, изучал армянские искусства. Это был очень интересный человек. В 1942 году его убили. Ну, например, есть, в которых мне довелось встречаться. Встречать в своей жизни в разных местах. Были, например, крупные ученые. Допустим, Ян Язуха, Абдул-Аликала, например, Барджаван, Энактула Реза. Все они, так называемые, в кавычках, озабачиваются. Но если ты скажешь артитуру, то они для тебя убьют. Потому что это чисто кровь. А Реза тоже был в Азербайджане? Нет, ну, он из этих районов, значит, был родился. Но он врачный был. Сам и был очень хороший. Я читал его книгу, он не мог... Это я перевел, кстати. Да? Это в моем переводе есть предисловие, да. Которое вышло и в Москве. Ну, не знаю почему. Мое предисловие оттуда издатель снял. Говорят, что издатель был азербайджанец. Или имел азербайджанские, так сказать, коннотации. Я не знаю, как это было. Но не важно. В Ереване это книга, которая вышла в 1993 году. В моем переводе. И в некоторых эмендациях. Которые с участием авторами сделаны. Энн Талар Реза был очень крупным ученым. Очень хорошим человеком. И калбийским деятельным даже. Прекрасно знал русский язык. Ну, давайте надо в будущем о чем сказать. Ведь азербайджане говорили на иранском языке. Так вот. Я сейчас... Это понятно. Но они говорили на иранском языке, пока не стали тёплоязычными. Так вот. Ну, об этом я и говорю. Только население Аду Батакан. Условно говоря, я бы сказал. Эти пять лет по равнице. Ну, грубо говоря. В древности говорили, значит, на языке. Или, скорее всего, на группе диалектов, принадлежащих к медийской группе. К медийской, значит, ветви иранских языков. То есть северо-западных. Ветви иранских языков. И это население... Ну, это были диалекты. Это не был такой сформированный язык. И еще там... Восьмом, девятом веке. В Таближе, в Агрессии, в разных местах. Говорили на этих диалектах. До 15-го века и до северо-западных, до 16-го века примерно. Фактически тюркский язык еще был... Там же, если на островках, и там тюркский язык не имел такого распространения, как сейчас. И только язичье стало всеобъемлющим явлением после северо-западных. Ну, северо-западных не было, как говорят, на западных. И северо-западных были, скорее всего, талышаны. И во всяком случае, они жали к местному насилию. Ну, там компот. Я смотрю... Нет, не компот. Ну, компот такой есть. И есть, конечно, там и Акуинду, Акуинду, разные. И так далее. Но все равно это чисто... Он даже и помненный византийский язык. Да, да, да. Ну, чехсофет Динарда Бейли, основатель династии. Значит, Северо-западных писал стихи на этом родном языке. И сохранились стихи, которые, кстати, впервые сдал кто? Именно Северо-западных писал. И его книга очень известная «Азари, Азербанг, Астана, Азербайджан», то есть «Азари» или «Древний язык Азербайджана» – это классический труд, который неоднократно реализовался. И очень интересно. Конечно, есть такие... Потому что он же не был носителем только вот этой компаративностики, компаративного течения, компаративного вот этого понимания. Он был любителем, он был и юрист в образовании. Хотя и в Франции учился. Но все равно. То есть не у меня. Но все равно его видение, его дополнение он изучал. То есть знание армянского языка ему давало возможность, допустим, проникнуть более круче в некоторые явления, в некоторые реалии. Это был очень интересный человек. Эта книга вот вышла, значит, до его смерти, и переиздавалась, как говорится, неоднократно. И есть, так сказать, кто хочет, может, на русский язык. Я не знаю, переводы есть на другие языки. А почему тюркский язык, он наиболее сильным оказался именно в провинциях Азербайджана, а не, скажем, в Гелянии или в Гулистане? Ну, я вам скажу, в этом есть определенный этап. Многие об этом писали. Если вы соберете, почему тюркский язык стал, так сказать, вспоминующим некоторым, там огромное количество работы есть. Некоторые говорят, что потому что тюркский язык был легким. Некоторые говорят, что потому что это, значит, язык рурального населения, то есть население, значит, деревенских мест, некоторые и что так далее. Но в городах, во всяком случае, тюркский язык, значит, не имел, во всяком случае, не вот так существенным, его позиция была не такая уж сильная. И после этого и в городах, и в селениях, значит, или в сельской местности этот язык стал, значит, доминировать. Разве? Вы знаете почему? Часто. Потому что тюркский язык, те, которые говорили уже на тюркском, тюркский язык выполнял определенными значениями. Социальную функцию. Потом функцию лимба франка даже. Вы понимаете? Было и покоя, да? Да, потому что там местные языки говорили на смолыд, диалекты, там берцы приходили, так далее, астрах». И в качестве лимба франка – adults. Потом бывают связи еще с центральной языком, которые говорили на турцовых диалектах по большей части. Поэтому и стал там сказать. Потом, язык иногда становится слишком слишком. Когда все люди говорили на турцовых диалектов, естественно, когда Двор говорит на турцовых диалектах, естественно, народ хочет как-то... Просто со мной зависимостью. Особенность язык, ваш репортюсь, Он молчит, иначе говоря, посидничает. Да, посидничает, то есть учтите, когда они говорят, не заменят турок. Для Янского такого имперского подхода, великодержанного, ну это как в этом поле. Армяне маленькие, армяне все-таки по-другому реагируют, болезнью. Не совсем долгое мировоззрение. Это как русские. Допустим, если кто-то пишет, что, допустим, Кумен это не русская территория, а, допустим, Мугу и так далее, ну вряд ли там в российском дискуссии это будет отражаться, или кто-то там серьезно начнет распаривать. Вы знаете, даже в Советском Союзе… А у них не только потому, что Иран родился на территории современного Азербайджана, то есть Низами родился на территории современного Азербайджана только потому и он азербайджанский. Я у них спрашивал, я говорю, вы никогда не задавались вопросом, почему Низами упоминает армян в своих произведениях, да, но ни разу не упомянул азербайджанцев. Доказательство тому, что он азербайджанец, якобы Низами писал о том, что никто не кушает его тюркскую окрошку. Ну это понятно, что глупо, может описать от имени персонажа, например, все что угодно. Я не думаю, что Низами писал о том, что именно его тюркскую окрошку. Низами тоже отпустим этот вопрос, пропустим, потому что тоже ясно и явно, и это смешно. Это вам так кажется, что смешно, а в самом деле там очень серьезно. Мы опубликовали большой труд на английском языке двух американских ученых в персидской происхождении, и причем из-за трубатакана опять, то есть в Газизму, который вот полностью такой большой труд, который полностью отвергает, значит, эту теорию подробнейшим образом от населения Гянджа в то время состоялось как долейбинский ландшафт, где родился, где жил, где творил Низами, подробный анализ произведения Низами. То есть там все есть, это не выпустили два-три года тому назад, в нашей серии «Ерван Ориентл Серис», это третий том. И, кстати, мне кажется, эта книга и в интернете тоже есть, если это в Азербайджан, в Церквичейщин и так далее, обязательно придет, можете читать. Очень интересно. Так вот этот вопрос тоже отпустим, ясно там, как будто сказать, что сейчас в Фиртуусе это допустим, не знаю, в Ара, или там в Зумовсе скоро нации, или и так далее. Ну так и говорят, что Зумовсе скоро нации это... Я думаю, не следующий человек, я тоже серьезно правильно буду говорить о себе. Но нас смотрят всякие люди, азербайджанцы в том числе. Ну я не думаю, что они... Да, вы правы. Ну, что делать? Он заводился общаться с коллегами из Азербайджана? Ну, конечно. Я даже писал где-то давно. Я даже встречал покойного Дуньякова в Ленинграде, когда был аспирантом. Я два раза с ним встречался в окружении моих, так сказать, азербайджанских одноклассников. Я сидел в окружении. Да. Ну, потом, после этого, к сожалению, нет. То есть уже... Хотя я... То есть вы встречались до вот этих информационных годов. Да. Но потом даже... Какое впечатление на вас тогда появилось? Да. Он... Нет, нет. Он был очень араб... Значит... Человек он был довольно способнее. Он был неплохой арабист, знал арабский. Он хорошо переводил арабский текст. Конечно, фальсифицировал. Все. Чтобы померлась на вас армян и так далее. И знаете, он выполнял определенную миссию. Он создавал народ. Он очень хорошо знал ситуацию. Он знал, что он делает. Он знал, что он делает. Он создавал это все. Внутренние нервозы связаны было с тем, что он понимал, что то, что делает... Значит, это неправильно. Я думаю, ему был не чужд академизм. У него были... Он же знал всех этих людей. Знал академические, академические награждения. Он понимал, что такое академизм. Знал. И это внутреннее нервоз. С одной стороны, он был царем боком академии Новго-Азербайджана. Был близким, так сказать, в окружении... Вот такое, что это близкое окружение Алиева тогда. Он был такой... Членом духовного совета, разных там, ЦК. Я не знаю, как так. Но все равно академического человека... Вы понимаете, настоящему ученому. Во всяком случае, человеку, который знает, что такое академизм. Даже занимание позиций... Все равно тебе духовно, душевно, неудовлетворяет. Ты все-таки смотришь на других, которые ничего не делают. Старший научный сотрудник института востоковедения. Ничего, никаких позиций не имеет. Получает месяц 200 рублей. Там пешком ходит на работу. Нету, прислуги никого нету. И не на меня ты завидующего человека. Завидующего, потому что он делает то, что нужно. Ты понимаешь, что он делает. У тебя другого человека, члена какого-то там, который не знает, что такое академия. Он знал, что такое академия. Это внутренняя нервозность, мне кажется. Во всяком случае, я, как и интерпретирую его такое поведение, постоянное нервозство. Ну, два раза сейчас. Возможно, он будет таким. Мне казалось, что он показался тогда таким. И я это приписал именно вот этому, этой двойственности. Это постоянное тихото меня. Что делать? Сделать настоящую науку или создавать, так сказать, патриотическую миссию и быть одновременно и патриотическую миссию, и быть на фарватере, как говорится, всех этих, у вас в виде республики, и быть патриотическим Кадваром. Мне кажется, он выбрал вот этот путь. И в этом смысле, даже в конце своей жизни, после распада Советского разочарования, он даже несколько раз писал вещи, которые вообще... Раньше бы, наверное, убил бы людей, которые бы так думали. Он обольняно даже писал, так сказать, разные вещи. Хорошие, так сказать. Хорошие, хорошие, да. Очень интересно. Я в нужном, так называемом, в кавычках Азербайджаном писал, что это не те люди, которых мы считали Азербайджанцами. И то, что его убили, это трагический конец. И потом он понял, что то, что он сотворил, это будет макулятором. То есть, все равно в этом. И еще разочарование, что вот столько лет он вложил в патриотические усилия, чтобы создать народ, не получилось. Он-то понимал лучше всех. Понимал лучше всех. Если вы не поддерживаете политизацию востоковедики. Я не только востоковедики. Я политизацию вообще науки не допускаю. Потому что иначе там, где есть политика, там уже нет науки. Наука и политика должны быть четко разделены. Другой вопрос. У меня есть внутреннее понимание системы. И так далее и тому подобное. Но все равно я не могу фальсифицировать историю или факты. Я могу мальчивать отдельные факты. Опять-таки неправильно. Потому что читатель, настоящий академический читатель сразу поет, что я. Он это делает. Ну был такой ученый, там у Федера Олега. Он никогда не фальсифицировал. Он умалчивал и так далее и так далее. Но он остался на уровне академизма. Все-таки академик Федера Олега. Он был директором института истории. Да. Для настоящего ученого это невозможно повредить. Ты можешь некоторые моменты, которые, так сказать, приносят определенную пользу. То есть в интересах своего народа. Или в каких-то, можно сказать, подчеркивать. Более выпуха подавать. Это ты можешь. Но все равно фальсифицировать не сможешь. Потому что фальсификация это всегда означает, что эта работа пойдет к макулатуру. Абсолютно. Это стопроцентная работа. И никакого, никакого влияния ничего не имеет это. На развитие, на возникновение каких-то течений и мировоззрений так далее. Никакого, пожалуйста, вам. История Азербайджанской Республики вам прекрасно помогает. Невозможно. Не думайте, что я ипатриотическую труд написал. Такой огромный. Будут читать и все будут так делать. Невозможно. Потому что у меня сохранились, к счастью, не знаю почему они у меня сохранились, учебники. Азербайджанские учебники. Азербайджан Тарихи. Издательство Маариев. В 80-е и 70-е годы. То есть это Советский Союз. И там говорится четко то, о чем вы сейчас говорите. И о Карабахе, и об армянских мериках. Но почему-то сейчас все иначе перевирают. Понятно, что делается, выполняется заказ. У меня вот такой вот следующий вопрос. В Ереване часто проводятся талышевические конференции. Не часто. Мы два раза это провели. Ну, в губе талышсадо и литература, которая издается здесь на талышском языке. Там же недавно появились телевидения. Талышко-национальное. Тем более. Очень интересно. Да. Ну, вы наверняка тоже слышали о том, что Гарни Кассатриан все это делает для того, чтобы вызвать бунт талышей против азербайджанцев и наоборот в Азербайджане. Вы об этом слышали? Это чепуха. Я знаю. Я там читал, там писали и так далее. Ну, это все писали. Во-первых, это сам Италий Щетель. То есть Талейская национальная зревидение. Создатель известный, очень известный поэт. И писатель. Значит, Забыл Матош. Один из фактически, ну, людей, который стоит во голове и во всяком случае действует, действительно, поднимает это телевидение. Это в Ахридин Абазаде очень известный действитель. Так что... Так что... А, Таличи, всегда радио, действительно, я создал. Это... Почему? Потому что надо было проматировать талейскую культуру. Надо было так делать, чтобы язык не исчез. Надо было, чтобы эта культура уникальная талейского народа сохранилась. А они не могут. Что делать? Я же высокотехнический, я юридист. То есть в изображении ничего нет в технологическом языке? Конечно, ничего нет. Но отдельные вещи, которые в 30-х годах доходили, есть, сохранились. Потом, в последние годы, может быть, 20 лет тому назад, там отдельные книги. Причем там, в литографических изданиях, там 100-150, доходили. Но это ничего. Нет технологического центра, нет телевидения, нет радио, нет газет. Есть газета «Товарищ Садал», тоже в Баку выходит, в которой выходит, по-моему, 100-200 экземпляров. А это второй крупный народ в республике Азербайджана? Это полтора-два миллиона народов. Четвертый крупный этно-закавказец. Четвертый крупный этно-закавказец. Это сильный, бассейнальный, мощный народ, имеющий огромный интеллектуальный потенциал. Этот народ находится сегодня в детственном положении. То есть этот народ стоит на грани, фактически, позднего исчезновения. А можно я вас спрашиваю, в Армении живут курды и езиды. Есть что-нибудь на их языке в Армении? Я вам скажу, в курды, к сожалению, сейчас не так много курдов. Там всего, может быть, полтора тысяч человек, больше езидей. А езидей это не курды, это курдоязычные. Так нельзя так смешивать. Я знаю, что раньше была газета. Да, РИАТАЗЕ и сейчас есть. И сейчас она есть? То есть есть? Конечно, есть, сроки был. РИАТАЗЕ есть и огромное количество. А что вы говорите? Как она называется еще раз? РИАТАЗЕ. Она старая газета, она еще в советские времена. Прыше 70 лет. РИАТАЗЕ. Да, ну да, я помню. Это Орган ЦКП Армении был. У нас она в Орган ЦКП Армении был. Я много статей заключал тогда, когда я даже был студентом. Я же заканчивал отделку дороги и ереванским институтом тогда. И, значит, эта газета. Много было изданий. Если собрать книги на курдовском, на курдовском и на езидском языках, изданных в Армении, это составит, наверное, одну целую систему. Библиотечных стилляжей. Гарбет Серович, есть ли в современной республике Азербайджан серьезные гуманитарные ученые? Знаете, я это считаю неэтичными. Ну, если они есть, почему бы их не похвалить? Возможно, есть. Нет, неэтичные в смысле отрицания, которые я собрался отрицать. Потому что, к сожалению, есть умные люди, есть ученые, получившие хорошее образование, есть, наверное, очень академистские ученые. Но они не задают, как говорится, никакого тоника. То есть они в маргинале находятся. Но есть. Ну, конечно, есть. Не может не быть. Есть действительно местные ученые люди в Азербайджане. И есть академические люди, наверное, и в общественных науках. Есть люди, которые я, значит, печатал, когда статьи, которые я печатал. Разница между ними и такими, как Икра, Ралиев, это способы получения денег или что-то еще? Знаете, ученый человек, который ходит в науку, это тоже человек. Он поддерживает многим перипетиям жизни, собственной жизни. Хочет делать карьеру. Хочет жить хорошо. Жена говорит или муж говорит, что ты это делаешь, чем занимаешься вообще. И все имеют какие-то разные благочисленные отношения. Ты такой умный неспособный. И, как говорит один наш товарищ здесь, если ты такой умный, почему такой бедный? Ну, исходя из этого, скажем так, очень нудрого, как говорится, нудной сентенции, эти люди, значит, вступают в некоторый сговор или некоторый со своей совестью. Потом они же, подсознательно зная об этом, что это сбор, но, с другой стороны, им кажется, что они делают патриотическую миссию. Они выполняют какое-то хорошее дело. Потом же они еще не охлеплены академически. Это, в основном, молодые люди, которые ходят в это направление. 25 лет, 30 лет. Они не академизмны, еще не охлеплены их ума. Они, если будут серьезно работать, может быть, через 10 лет, у них академизм занят часть натуры, когда ты не сможешь ничего делать, когда у тебя, ну хоть хочешь, но невозможно это делать. Тогда можно. А когда уже проходит 10-90 лет, человек в этой среде уже полностью, там, обьюз, там, огромный живот, там, и когда он есть все, видит чай, там, не знаю, там, яблак, яблак, алмазы, и так далее, выходит там, и так далее, ему кажется, что все это и есть в собственной жизни, елки-палки. И жизнь один раздается человеку. Давайте будем в этом направлении работать. Вы понимаете, почему? А Булядов не был таким. Булядов не был таким. Булядов был, во-первых, такой аристократический сын. То есть он не нуждался в этом. И он думал, действительно, это такое. То есть трагизма характера. Я о нем много думаю, что это был трагическая личность. А эти люди не добиться несут им просто такой, ну, часто жюльническими такими повадками и так далее. Но, действительно, есть люди, которые, значит, в Азербайджане нормальные люди есть. Конечно, настоящие писатели есть и настоящие поэты есть. Есть хорошие, там, скажем же, многие, я встречал в различных конференциях в Азербайджане. Я же говорю, я сам печатал несколько работ из азербайджанских авторов моих изданий, которые ехали в Азербайджане. Увы, они уже находятся в Азербайджане. То есть из Англии, из Америки, из Франции. Ну, все равно, они же не перестают быть членами своего сообщества. В продолжении темы о толшах. В последнее время очень часто муссируются, не знаю, может быть это слухи, но, во всяком случае, статьи тоже виднеются об образовании некого Талышистана, о том, что толши, можно сказать, в очереди после армян, в претензии на свою территорию. Будет ли такое, или это мифы очередные? Это более чем реально, поверьте. Это более чем реально, потому что, как я уже сказал, это очень пассивно. Но опять-таки они пассивные. Ну, пассивные вам кажется, они не пассивные. Они очень активные, они работают, они пишут, они, так сказать, разными способами стараются формировать свой массив, формировать, то есть консортировать свой народ. Не пассивные, что там, что они должны делать, что там, взяться за оружие и так далее, нет. Они работают. Когда придет время, я помню, я помню этот массив Талышский, который называют южной, так сказать, южной частью, южной зоной республики, это Талышистан, здесь Талышистан, это их этническая территория, там формировался Талышистан, они скажут свои слова. Я думаю, более чем реально. Или избранный законный президент, насколько я знаю. Избранный законный президент, это законный президент Талышистанской республики после этого года, который находится сейчас в Голландии, в Извинании, в Фандакангумбаде. Но есть еще и лидеры, действительно, очень сильные. Они на территории Азербайджана? И на территории Азербайджана тоже есть, которые действуют, конечно, не очень открыто. Но в Азербайджане есть очень сильные алистовители. Хорошо, вот Ваши прогнозы. Добьются ли с этой реальности Талыши? И если да, то... Я думаю, создание... Я Вам честно скажу. Вот да, лучше честно скажу. Я честно так думаю, что создание Республики Талышистан – это вопрос времени, причем скоро будет. Поверьте, потому что ни один искусственный конструкт никогда не существовал. вечно. И искусственные конструкции, искусственные образования обязательно обращены на право, на разы. А искусственные образования, это под названием Азербайджанская Республика, тоже, так или иначе, исторические, это так и есть. Обязательно, значит, это образование обращено. Я думаю, даже в скором времени. Может быть, это не за горами. А это даже хорошо для, я так называю, азербайджанцев настоящих. Это хорошо, потому что, ну, во-первых, пройдет нервозность, вот это все пройдет. Народ и все люди узнают, кто они какие. Потому что, что как-то. Жизнь действительно один раздается человеку. Почему он должен погибать? Ради какой-то имени. Ради какой-то фантазмологии. Ну, почему он должен погибать? Почему он должен думать что-то, земли, которые называют другому народу, это делать? Насколько это и рано будет передано? Ведь большая часть Талышстана это все-таки и в Иране тоже. Нет, не большая часть. Большая часть именно в Азербайджанской республике. А Талышстан это южная часть. Это провинция Тавалыч. Не провинция, а это Чагристан. Тавалыч, который входит в провинцию Ирана. Вот это не южная часть. Это довольно маленькая часть. Где, значит, живут тоже Талыши примерно сколько живут? Ну, миллион. Вдоль Каспио. Вдоль Каспио, да. Начиная от Асталии, там вниз до примерно Масуи. Это вот населенный, значит, район Ирана. А что-то Иран будет, это тоже хорошо. Я думаю, и для России, и для нас, и для всех будет. И для самих азербайджанцев будет очень хорошо. У них будет своеобразование. Это как будет называться? Я не знаю. И северные, значит, районы Азербайджана, где, значит, живут шаткасские народы, тоже будет. Это Лизгин, Авапция и другие. Это будет называться Лизгистаном. То есть, Талышстан более потенциальное явление, чем Лизгистан? Конечно. Намного. Намного. Это реально. Потому что подкреплено демографическим фактором. Понимаете? Есть демографический фактор. Когда ты... Вы... Вот об этом я подробно писал в моей последней беседе с Леоном Шамазарианом. В русской нападке. Там, можете посмотреть, как раз мы говорили о том, как процессе национальности и так далее. Я хочу сейчас повториться. А это так. Талыши имеют все критерии, значит, чтобы быть отдельным народом и чтобы создать свое государство под названием Республики Талышстан. Это есть. Это реальность. Это данность. И это обязательно будет, так сказать, в ближайшее время. В этом у меня нет никаких... Я могу только на это сказать иншалла. Спасибо большое. Это был Гарник Осатря. Ну, а мы с вами встретимся совсем скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Академия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова